Разрешите, пожалуйста, поделиться нашим клиническим случаем, который посвящен теме лечения персистирующей вирусной инфекции у пациентов. Уже давно известно, примерно с 20 века, Зеленбергом было подтверждено онкогенное действие некоторых вирусов и известна восьмерка тех вирусов, которые вызывают онкологические заболевания. И сегодня мы поговорим о вирусе герпеса человека на фоне ВИЧ-инфекции. Итак, саркома Капоши была открыта венгерским дерматовенерологом еще в 1872 году. Он описал злокачественную опухоль кровеносных сосудов. Она вызывается герпес-вирусом восьмого типа, передается половым путем с кровью и слюной. Также известно, что у пациентов со скомпрометированным иммунитетом, а именно с ВИЧ-инфекцией саркома Капоши наблюдается в 20 тысяч раз чаще, чем у основного населения, и в 300 раз чаще, чем у пациентов с другими иммунодепрессивными состояниями. Лечение больного с ВИЧ-инфекцией саркома Капоши целесообразно начинать именно с антиретровирусной терапии. И системное лечение требуется добавлять только в случае, когда антиретровирусная терапия не оказала эффективного действия и при обширном поражении внутренних органов. Также при наличии на коже более 25 элементов саркома Капоши и наличии выраженных отеков. Переходим к нашему пациенту. Итак, больной – это молодой человек. На момент постановки диагноза ему 24 года. ЭКОК у него один. И в октябре 2018 года при ФГДС, именно с этого начинается его заболевание, у него выявляются элементы саркома Капоши в глотке, пищеводия, 12-перстной кишки, также кожные элементы на коже тела. Была взята биопсия и был подтвержден диагноз саркома Капоши. На этом же этапе пациенту был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция 4-я Б стадия. Пациенту была начата антиретровирусная терапия с ноября 2018 года. Схема антиретровирусной терапии выглядела следующим образом. Это тенофавир в дозировке 300 мг ламивудин, неверопин. На этом фоне была достигнута неопределяемая вирусная нагрузка и рост CD4 до уровня 300-400 клеток в микролитре. Пациент самостоятельно начал прием препарата Проспидин, который не оказал никакого эффекта. И в июне 2019 года с подозрением на пневмонию он был госпитализирован в больницу Боткина. Однако при дообследовании была выявлена такая картина. Это соответствовало поражению не вирусной природы, а природой именно саркома Капыши. Пациент был направлен к онкологам, и он поступает в отделение в таком состоянии. Элементы на коже выглядели следующим образом. Также была поражена глотка, язык, пищевод. Состояние на этот момент у пациента – это ЭКОК-3. Отдышка третьей степени. Пациент практически не мог встать с постели. Остыния третьей степени. Кахексия – он был крайне истощен. Также у него из симптомов был кашель с прозрачной мокротой единичными прожилками крови и повышение температуры тела до 38 на фоне достаточно нормальных гематологических показателей. Пациенту был выставлен диагноз ВИЧ-ассоциированная саркома Капыши. Тут важно помнить, что стадирование данной нозологии немножко отличается от классического для нас ТНМ. Итак, это Т1, так как имеются не только кожные отсевы, но поражены еще и внутренние органы. Ай-0, так как клеточность его более 150 CD4 и С1, учитывая состояние пациента и наличие симптомов инфекции. Пациент, вот таким образом выглядела его иммунограмма. Его CD4 составляли 374 клеток на микролитр. Это было достаточно для того, чтобы начинать системное лечение. Учитывая низкое качество венозного доступа, пациенту была имплантирована венозная порт-система, и в порт-систему для профилактики оппортинистической инфекции был введен тауролог. Что мы имеем для системного лечения таких больных? Предпочтительным является режим липосомальный доксорубицин. Однако данный режим отсутствует в КСГ, но у него, слава богу, есть достаточно неплохая альтернатива, которая также входит в рекомендации. Это Паклитоксел. Его введение один раз в 21 день в дозировке 130 мг на метр квадратный. Пациент с июня месяца 2019 года начинает лечение в данном режиме и проходит суммарно 12 циклов. Параллельно мы консультируем данного больного с инфекционистом. У нас есть инфекционист, который курирует таких больных вместе с нами. Это Архипова Лидия Ивановна. Огромное спасибо. Она является инфекционистом в больнице Боткина. Совместно с ней производился контроль показателей иммунограммы раз в 3 месяца. И у данного пациента снижение CD4 клеток ниже 200 клеток на микролитр не наблюдалось. Таким образом выглядело обследование пациента на этапе бейзлайна, когда мы начали лечение, когда он к нам поступил в достаточно тяжелом состоянии. И вот таким образом выглядела его же компьютерная томограмма после лечения. Также промежуточные оценки эффекта были не менее впечатляющие. Состояние пациента уже после первого курса лечения – это ЭКОК-1, а впоследствии это ЭКОК-0. Также мы отмечаем полное оккупирование всех кожных отсевов, всех кожных образований. Пациент наблюдается по настоящее время, чувствует себя прекрасно. Параллельно также получает антиретровирусную терапию в той же схеме, с которой он и начинал лечение. Ну вот с 2019 года по 2022 год, в последнее обследование я видела в марте 2022 года, данных за прогрессирование у данного пациента не выявлено. Чем бы мне хотелось дополнить данное сообщение? Мы очень активно ведем пациента с такой нозологией. Как я еще раз хочу повторить, ведем их совместно с инфекционистом. И у нас имеется достаточно большая база. Это на данном слайде представлен наш фотоархив пациентов с ВИЧ-ассоциированной, саркомой капоши. И хотелось бы отметить, что на фоне системного лечения практически, не практически, а 100% наблюдаемых нами пациентов отвечали на лечение по клетокселам. И этого было достаточно при грамотном контроле иммунограммы. Однако имеются и другие пациенты, также с такой же нозологией. Это саркома капоши, однако не ВИЧ-ассоциированная. Тут ситуации бывают сложнее. Эффекты мы видим не такие явные, не такие яркие. И иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда пациент не отвечает на проводимое лечение. Так, на данном слайде представлен также наш фотоархив пациентов, у которых не ВИЧ-ассоциированная, саркома капоши. И вот там, где она локализуется на молочной железе, это заболевание, которое было вызвано иммунодефицитом у пациентки. Там эффекта на фоне клетоксела не было. И мы были вынуждены прибегнуть к другим методам лечения, а именно хирургическое. И после него у пациентки также прогрессирование не выявлено. Завершить свой доклад я бы хотела вот таким вот слайдом, где показана, как я вижу, та формула успеха, которая приведет к стойкому длительному ответу у пациентов даже в запущенном состоянии. Это, во-первых, профилактика оппортинистической инфекции на старте, то есть до начала терапии. Это мультидисциплинарный подход к таким больным, совместная работа с инфекционистом самостоятельно. Онкологу тут очень сложно. Особенности стадирования, про это надо помнить. Контроль иммунограммы не реже одного раза в три месяца и при необходимости коррекция антиретровирусной терапии. Именно вот эта формула нас приведет к таким результатам лечения больных. Благодарю за внимание.